Анастасия Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Давайте познакомимся просто. Я присяду, с Вашего позволения. Вы в курсе, что в Петербурге проходит культурный форум? Кто знает? Я. Понятно. И вчера мы на культурном форуме обсуждали тот вопрос, который мы сегодня вкратце обсудим. И обычно я провожу такие встречи в России и в Европе. Они занимают три часа, потому что тема очень важная, и там очень много нюансов. Скажите, пожалуйста, здесь все дизайнеры интерьеров или есть предметные дизайнеры? Ну, кто хочет стать предметным дизайнером? Один, два. Ну, сейчас же очень модно, что все дизайнеры интерьеров создают свои коллекции предметов. В курсе, да? Вот это очень модно, это популярно, это правильный ход, это все здорово. Скажите, пожалуйста, вот как Вы считаете, что самое важное для любого творческого человека? Для художника, для дизайнера, для модельера, для писателя, для композитора? Вдохновение? Творческое среда, признание. Ответ уже правильный был, вот я вот, барышни, Вы сказали, да? Да. Самое главное – это свой стиль. Все признание, вдохновение, это все хорошо, тем более вдохновение, ну, для профессионалов оно не сильно имеет значения, потому что человек профессиональный, он работает в любое время, неважно, вдохновлен он чем-то, не вдохновлен, работа есть работа. Но самое главное – найти свой уникальный стиль, по которому тебя будут узнавать. А вот скажите, пожалуйста, наверное, ВК все знают такие дизайнерские громкие имена, как Миссони. Знаете? Пуччи, Этро, Уильям Моррис, Пьетро Форнозетти. Кто знает Пьетро Форнозетти? Руки поднимите, пожалуйста. Кто не знает, пожалуйста, загуглите. Величайший художник. И вот о чем я хочу рассказать. Найти свой собственный стиль, изобразительный, там, не знаю, писательский, музыкальный, ну, мы сейчас говорим про изобразительный стиль, это очень сложно. Объясню почему. Потому что в зрелом возрасте, вот сейчас вам я вижу там, ну, лет там 16, да, сколько там, да? 16-20, да, хорошо. У нас уже за плечами достаточно большой визуальный багаж. То есть мы всегда подвержены чьему-то влиянию. Подспудно там или случайно, не случайно, но все подвержены. И пытаемся неосознанно, может быть, кого-то, ну, не скопировать, а что-то вот мы где-то это уже видели. Нам кажется, это мы сами придумали. Но по большому счету все это уже, ну, когда-то было. И поэтому в какой-то момент своей жизни я закончил Академию Штиглица, промышленную графику. Я просто художник, на самом деле, просто художник, который захотел, чтобы мои работы были более популярны. Потому что тусовки художников, тусовки архитекторов, они очень замкнутые. И, скажем, я скажу про Петербург. Я, кстати, из Петербурга только прилетел. И в Петербурге это такие группки маленьких художников, которые, ну, называются там, скажем, новые гении или гениальные гении. Ну, вот какие-то вот такие. И они варятся между собой и, ну, частенько враждуют, конечно же. То же самое происходит среди архитекторов и дизайнеров интерьера. Это такие мелкие тусовки, которые варятся в своем соку. Я думаю, что, наверное, у вас в Москве, наверное, то же самое. Но есть одна тусовка, которая достаточно известна большему количеству народу. Это тусовка художников, дизайнеров, модельеров. Скажите, пожалуйста, кого вы знаете из российских модельеров? Васильев не модельер. Юдашкин и Зайцев, да? Два. Кто-кто? Пластинина, вот. Тоже. Вот видите, ну, очень многие знаете. Давайте я повторю, там, может быть, Чапурин, да, наверное? Татьяна Парфенова. В курсе? Нет? Ну, на самом деле, это те имена, которые представляют нашу Российскую Федерацию во всем мире. То есть слава Зайцев и Юдашкин — это хорошо, но, честно говоря, ну, это немножко другая история. И за рубежом их мало кто знает, и мало никому они интересны. Скажем, Татьяна Парфенова, Игорь Чапурин, вот мы с ними очень часто представляем на выставках, были в Милане, в Монте-Карло, в Париже. И вот эти коллекции, которые они делают, они очень известны. И я пошел по такому пути. Сейчас объясню, по какому. В детстве я занимался в детской художественной школе. Мне было 4 или 5 годиков. В Петербурге есть такой музей, называется Эрмитаж. Кто был в Эрмитаже? Вот, молодцы. Здорово. Просто я позавчера проводил такую же встречу в Текстильном институте у нас в Петербурге. Тоже было много студентов. Половина не была в Эрмитаже, представляете? Петербуржцы не были в Эрмитаже. А то, что вы были, это здорово. И при этом музее есть школа, не школа, такая студия, где учат детишек рисовать. И, кстати, я там занимался, и теперь могу сказать, что у меня было 2 выставки в Эрмитаже. Я так заявляю, правда, они были детские, но я не уточняю никогда. Да, у меня было 2 выставки в Эрмитаже. И когда столкнулся с проблемой, где найти свой творческий стиль, я достал папку со своими детскими рисунками и нашел там вот такую же птицу. Я очень долго смотрел на нее и понял, что вот здесь, вот в этом рисунке, я никого не копировал. Вот я рисовал так, как говорила там, ну, какие-то мои детские мозги, какая-то детская душа. Я это рисовал от чистого сердца, никого не копируя, никому не подражая. И я взял эту картинку, немножко подумал, и получилась вот такая птица. И я понял, что мне вот интересно поработать в таком стиле с огромной такой детализацией. не буду объяснять сейчас всю философию там творчества. Кстати, в марте будет выставка «Батимат», знаете, такая будет проходить. Вот там у меня будет времени побольше, где-то, может быть, часа два мне дадут организаторы. Там я расскажу более подробно о всяких таких финансовых там веяниях и так далее. И написав такую картинку, это, кстати, акварель. А кто вообще любит рисовать? Вот просто для себя. А кто любит акварель? Здорово. На самом деле я считаю, что акварель – это самая сложнейшая техника в живописи и в графике. И она самая-самая такая душевная и самая естественная, потому что краски – это пигмент, земельная в основном, вода обычная, деревянная палочка и какие-то волосочки. То есть и автор. То есть автор, все естественно, и мы пишем на бумаге, которая также делается из дерева или там еще что-то еще. И потихонечку я стал писать всякие вот такие картинки. Это я учился во время учебы в Штиглице, писал такие картинки. Потом я Штиглице закончил, устроился работать в издательства различные, там даже оформлял правила дорожного движения одних из первых. Писал такие картинки и складывал их в стол. Нигде их не выставлял, нигде не продавал. И понимал, что когда-то они мне пригодятся. И очень часто я путешествовал по Италии. Те же любят Италию, да? Ну, если кто не был, обязательно посетите. И посещайте ее, ну, по возможности, конечно же, почаще. В разное время года. И посещайте, конечно, все музеи. А там музеев полно. И совершенно случайно, я гуляю по Милану, я набрел на галерею Пьетро Форназетти. Кто не знает это имя, просто, пожалуйста, поищите, и вы поймете, о чем я говорю. Вы наверняка все знаете его изображение. Просто, может быть, фамилия не на слуху. И я зашел в галерею. К сожалению, этот мастер уже умер, и его дело продолжает его сын. Я заметил, что он свои рисунки в таком стиле гравюр 19 века он транслирует на различные предметы. На посуду, на жалюзи, на стулья, на светильники, на обои, на все что угодно. И я понял, что мои вещи достаточно декоративны. И, может быть, попробовать сделать в России такую историю. Ну, наподобие, наподобие Форназетти, наподобие. И я стал думать, как это все дело вообще сделать. А так как художники и дизайнеры, все люди-то не очень богатые. Вот, например, Пластинина повезло. У нее там были какие-то финансы. У меня их не было. У меня был маленький сынишка. У меня было лишних свободных денег 3 тысячи рублей. Вот я понимаю, что с ними ссуваться некуда, с этими тысячами рублей. Но у меня они были. Я подумал, что мне сделать. Я понял, что раз, первое, то, что я говорил, фэшн, тусовка, модная тусовка. И модельеры очень известны большему числу народу. И самое недорогое сделать, это сделать шелковые платки. То есть это не сделать автомобиль, или сделать шкаф, или обувь. Это вложения не очень большие. И я сам могу с этим справиться. Сейчас, кстати, можно сделать. Просто тогда не делали ни футболок, ничего не делали такого. Но вот я решил сделать платки. Это все началось. В следующем году моему бренду будет 10 лет. Будет юбилей, будет большая выставка. Наверное, и в Москве тоже будет выставка большая. И я стал искать фабрику в России, кто печатает на натуральном шелке. Естественно, не нашел фабрику никакую. И разослал свои эти файлы с предложениями. Различные фабрики в Швейцарию, во Францию, в Италию. И мне, как ни странно, ответили итальянцы. Сказали, что ваши эскизы нам так понравились, что мы готовы 4 платка для вас напечатать просто бесплатно. Ну, в качестве пробы. И я показываю, кстати, фрагменты картин. Немножко потом расскажу, как они пишутся. И почему вот такое качество живописи при таком увеличении. И итальянцы мне напечатали 4 платка и прислали мне их в Петербург. А вот у кого-нибудь есть дети? А вы помните, как вы это дитя произвели на свет? Какие эмоции чувствовали, когда вы взяли вот этот вот комочек? Помните, да, какие удивительные? У меня тоже есть сын. Я присутствовал, когда он рождался. У меня были удивительные эмоции, там великолепно все. Но когда вот пришла посылка из Италии с этими платками, я стал разворачивать, я понял, что эмоции просто зашкаливают. Потому что вот когда ты вот что-то нарисовал на бумаге, что-то придумал, а тут тебе вот уже приходит готовый предмет. Понимаете, о чем я говорю, да? Потому что этот путь очень длительный. И я развернул эти платки. Ну, в общем, понял, что то, чем я хочу заниматься, в принципе, очень даже и ничего, и нормально. И самое интересное то, что в России, то, чем я задумал заниматься, в принципе, сейчас занимаюсь, не занимается никто. То есть эта ниша абсолютно свободна. То есть платки очень многие делают. Очень многие делают там обои, посуду, мебель. Я же занимаюсь совсем другим. Я разрабатываю эстетику, художественную эстетику. Свой стиль, который можно применять где угодно. Вот я начал с платков. И сейчас, ну, готовится очень серьезный проект, который, скорее всего, будет, будет, растется. Не скажу пока какой. Очень большой. Очень неожиданный. Как пишутся картины? Сейчас, извините. Каждая картина пишется в течение года. То есть, хотя это акварель, но детализация такова, что я пишу ее почти год. Затем картина сканируется. При очень большом качестве разрешения сканирования. Затем она переносится на экран монитора. И в программе Photoshop все дизайнеры должны уметь работать в Photoshop. Это обязательно, приори. И при таком увеличении сама картинка на 60 на 60 сантиметров. То есть она вот такая. А видите, можно ее увеличить в 10 раз, и качество изображения не ухудшается. Потому что на экране монитора я убираю все пылинки, все соринки, какие-то карандашные линии. Но, естественно, оставляю именно прозрачность акварели и фактуру акварели. Сейчас немножко покажу платков, в принципе, с чего все началось. А потом, конечно, мы подойдем к теме интерьера. Если успеем. Вот немножко покажу платки. Сейчас я их печатаю в трех странах. В России, в Китае и в Италии. В зависимости от того, где я их продаю. Если я продаю их в Европе, я печатаю в Италии. Если я продаю в Азии, то, соответственно, печатаю в Китае. Если в России, то в Москве. Сейчас, слава богу, появились фабрики, которые печатают великолепно на шелке. Вот запомните вот эти летающие фрукты. Они потом у нас еще появятся. Прилетят. Это платок мы выпускали к прошлому году собаке. А к этому году будет, знаете сами с кем. Кто у нас? Поросенок, да? Кот поросенка. Такие имиджевые картинки. И когда только я задумал сделать такую свою историю, ну типа создать бренд, я дал себе слово, что я никогда в жизни не буду прислушиваться к заказчикам. Никто мне не придет, не скажет, Кирилл, можешь здесь поиграть со шрифтами, или чуть посветлее, или чуть потемнее, или давайте кошечек нарисуем. Я сказал, что нет, никаких заказчиков. Только вот то, что я сделал. Хотите, покупайте. Не хотите, до свидания. Но было исключение. Три года назад мне позвонили из музея Карла Фаберже. Все знают Фаберже? Это единственный дизайнер, который известен, ну российский, который известен во всем мире. Единственный. Все остальные, ну так более-менее известны, но Фаберже это, ну это как Леонардо да Винчи, может быть. Это очень круто, как Чилини. Ну в общем, серьезная величина. И мне позвонили из этого музея, который в Петербурге находится, предложили, сказали, что мы увидели ваши картинки в интернете, не хотели бы сделать для нас коллекцию платков. Ну я согласился, конечно. Потому что есть такое понятие, как бренд-локомотив. Знаете, что это такое? То есть неизвестный дизайнер, например, делает коллекцию для Адидас. Вот для этого дизайнера этот Адидас является брендом-локомотивом. То есть он подтягивает этого неизвестного дизайнера на свои высоты. Я понял, что вот это шанс. И сделал для музея три платка. Один называется Ландышем. Вот. В каком-то принципе в деталях. И мое условие было основное, что на каждом платке, на каждой коробке, которая будет продаваться в музее, в этом музее, будет написано везде Кирилл Овчинников для музея Карла Фаберже. То есть в этот музей приходит каждый день тысяча людей, очень многие покупают платки, и, соответственно, идет продвижение, ну, и моего имени тоже. Вот три таких платка было сделано. Ну, немножко о коллекции одежды я рассказывать не буду, просто картинки покажу, потому что у нас маловато времени. Сейчас существует коллекция одежды. Она шьется в Петербурге. Это шелк натуральный, натуральные материалы. И причем под каждую модель я делаю свой рисунок. Это не берется купон ткани, не разрезаются платки. То есть если это воротничок, значит воротничок. Если там штанина, значит штанина рисуется. Вот такие всякие красивые. Вот интересная коллаборация с компанией, которую делают купальники. Знаете, что такое royalty? Знаете? Ну, это когда раз нарисовал, что-нибудь придумал, куда-нибудь отдал, сидишь, ничего не делаешь, а тебе приходят там деньги. Эта тема такая классная. Знаете Дима Логинова? Знаете? Ну, вот это мой любимый дизайнер российский. Мы с ним очень дружим. Вот он про эту тему очень любит рассказывать. Наверное, больше меня это расскажет. В общем, такие купальники. Вот такие всякие разные. Естественно, я не забыл про российских мужчин, которые, конечно, не умеют одеваться совершенно. Я для них сделал коллекцию платков по шее. Галстуки бабочки. Вот такие, например. Ну, обычно, конечно, такие вещи покупают не мужчины, а покупают их жены. Вот они купили и заставили мужчину надеть, к сожалению. Ну, вот немножко коллекции фарфора. Сейчас я над ней работаю, она постоянно в процессе. Это коллекция. Вот разные-разные тарелочки. Фарфор входит уже в коллекцию, которая называется «Икрия Ловчинников Хоум». То есть коллекция для дома. А коллекция эта была задумана два года назад. Вот, например, всякие такие разные штучки. Это тоже одежда, но я быстренько пролистаю одежду. Вот зонтики специальные антивитровые. Всякие сумочки, рюкзачки. Чехлы для телефонов. Ну, ювелирка немножко. То есть я так быстро, конечно, листаю, но на эту работу было потрачено 10 лет. Понимаете, да? То есть чтобы создать один предмет, вот, скажем, этот браслет, мне потребовалось полтора года. Здесь специальные формы браслета, специальные сменные ремешки, которые можно отстегивать на часах и постоянно их там менять. Ну, в зависимости от настроения. И очень важно, конечно, молодым дизайнерам, да и вообще всем дизайнерам, участвовать в коллаборациях. Знаете, что такое коллаборация? То есть, например, один бренд, одна компания изготавливает, не знаю, ювелирные изделия, а вы изготавливаете, вы просто идеи придумываете. И вот опять же в интернете мне нашла компания швейцарская, которая изготавливает ювелирную бижутерию. Они находятся в Швейцарии, соответственно. И мы сделали вот такую коллекцию браслетов. Вот, а теперь вернемся к нашей основной теме. Два года назад, ну, я уже так созрел, у меня появились какие-то свободные средства на создание коллекции для интерьера. То есть сам я интерьерами не занимаюсь. У меня был период, когда я занимался интерьерами, и я не смог общаться напрямую с заказчиками. Ну, вы понимаете, да? Я просто не смог. И теперь я общаюсь с заказчиками через дизайнера, через архитектора. Я просто делаю продукт, который дизайнеры и декораторы предлагают заказчику. И в эту коллекцию вошли кафельные плитки. Кстати, они продаются в Москве. Можно просто пощупать их, посмотреть качество и просто полюбоваться, может быть. Огромный размер, размерный ряд. Это декор. Ну, вот видите. Причем это все сделано в Петербурге и стоит достаточно недорого. То есть если у вас какие-то есть проекты, то вы можете предлагать не плитку бордели, а плитку, скажем, киаловчинников. Вот, например. Что очень многие дизайнеры уже и делают, кстати. Вот тоже различные панно. Есть большие панно. Ну, как она в интерьере смотрится. Помните летающие фрукты, которые были на платке? Вот они перелетели на кафельную плитку, например. Вот различные аксессуары для дома. Кстати, очень много... Из того, что вы сейчас видите, я покажу на своем стенде на Батимат. Там у меня большой стенд, где можно будет потрогать все, ну, увидеть все это вживое. Я сейчас образцов не привез, но все это посмотрите на Батимат, если придете. Ну вот, например, коллекция настенных панно и обоев. Знаете такую компанию ArtFN? Знаете? Не знаете? Ну, звезда такая ваша, московская, Николай Фетисов. Не знаете? Ну, тоже погуглите. Он делает шикарные декоративные полотна. Очень крутые. Там половина ручной работы. Мы с ним два года назад замутили такую коллекцию. Показали ее в компании Manders, Warbane, Warplay показали. Это различные стеновые панели и обои. Тоже делаем в Петербурге. И огромное-огромное количество вариантов. И самая основная фишка в том, что цвет и размер, масштаб рисунка, дизайнер, декоратор, то есть вы можете выбирать под свой интерьер. Например, вы хотите, чтобы здесь фон был не вот такой синий, а зеленый. Это все можно сделать очень быстро и без проблем совершенно. Сейчас я вам вкратце покажу, а потом еще кое о чем поговорим. Вы помните вот эти фламинго, которые были на платке? Вот они вот в трехметровую высоту вписываются великолепно в панно. Причем эти фламинго были придуманы мной шесть лет назад. И буквально вот три-четыре года назад все выставки интерьерные были во фламинго. Помните, у всех были фламинго, у всех были ананасы. Я не хочу сказать, что это там содрали, но факт остается фактом. Причем сейчас такое время, ну, скажем, платки мои уже подделывают. И были очень такие серьезные неприятности у тех, кто подделывал. Ну вот, собственно, вот такие обои. Да, конечно же, все помещение ими, конечно, не оклеишь. Но это такие вставки декоративные. Очень часто покупают их в детские комнаты, в какие-то рестораны. Не знаю, кафе, еще куда-то. Видите, цветовая гамма может быть абсолютно любая. Совершенно. Ну вот, даже если такую стену сделать, по-моему, весело. Нравится? Ну, это один из наших бестселлеров, Тетли Муры, который вот в январе проходил во Франкфурте, выставку проходила во Франкфурте, Хаймтик Стайл. Я там представлял всю эту коллекцию. Вы знаете, что проходит в России конкурс Хаймтик Стайл на дизайн поверхности? Знаете такое? Вообще, кто-то в конкурсах участвует? Кто участвует в конкурсах? А вы знаете, что надо участвовать в конкурсах во всех? Если вы хотите, чтобы вас узнали, вы же все хотите, чтобы вас узнали в мире, да? Стать величайшими дизайнерами, там, как Триша Гилд, например. Знаете такое? Ну, как-то вот так тихо. Знаете или нет? Вы же хотите стать такой же? Хотите. Я сто процентов уверен, что хотите. И поэтому участвуйте в конкурсах. А вот, например, конкурс, который устраивала компания Хаймтик Стайл, я в нем выиграл, и мне дали бесплатную поездку во Франкфурт с бесплатным стендом, и я там с успехом представлял эту всю свою коллекцию. Эти конкурсы проводятся каждые полгода. Вы можете у них участвовать, и все дороги открыты. Видите, фон может быть абсолютно любой. И совершенно меняется стилистика помещения и вообще объем. То есть называется лабиринт. Очень такой популярный сюжет. Вот он может быть в цвете, а может быть и черно-белый. Знаете, что это такое? Как думаете, что вот это такое нарисовано? Да, это блесны. Это блесны, но такие они фантазийные для ловли таких фантазийных рыб. Вот как они могут выглядеть в интерьере. То есть я считаю, что не нужно бояться использовать какие-то интересные ходы в интерьере. Конечно, я понимаю, что с заказчиком сложно договориться. Конечно, сложно. Но ты приезжаешь на какую-нибудь выставку, я часто в Москве бываю на выставках, на мебельных, на интерьерных. Ты приходишь, и все такое бежевенькое, серенькое, синенькое. То есть не на чем глаз остановиться. Согласны со мной? Ну вот, например, те же блесны, но вот можно их сделать и так. Как может быть выглядеть номер в отеле? Очень красиво, необычно, и ни у кого такого нет. Вот этот сюжет называется «Морские коньки». Это любимый сюжет. Знаете такую девушку, женщину, Евгению Жданову? Вот это ее любимый сюжет. Она мне очень часто его заказывает для каких-то своих проектов. Очень любит его. Помните летающие фрукты? Вот так они смотрятся на обоих. Они еще монохромные, и можно сделать любого размера, и смотрятся, по-моему, великолепно в любом помещении. Вот эти вот морские коньки. Или вот такие панно. Кстати, вот этот сюжет называется «Нил». И на прошлом «Батимат» мы оформляли стенд для идеального ремонта. Знаете такую программу? У нас Таташа Барбье. И вот там были использованы вот эти обои наши. Ну, собственно, вот разные такие. Как они смотрятся в интерьере. Также можно подобрать любой абажур. Тоже мы делаем все это в Петербурге. Вот на выставке «Батимат» опять же, я, наверное, уже третий раз говорю про нее. Это макет. Макет стула. Но там вы увидите, если придете, уже на готовые образцы, готовые образцы мебели. Вот те же лемуры, но уже на мебели. Это может быть или вышивка, или печать. И хочу сказать, что, может быть, кажется, что очень много работы сделано, но на самом деле я занимаюсь вот эти 10 лет, занимаюсь всем один. У меня нет ни менеджеров, у меня нет ни пиарщиков, никого нет. Мне помогает вот существо и моя жена. Все. Больше мне никто не помогает. И я объясню, почему. Потому что я изначально не хотел ни от кого зависеть. То есть были предложения инвестировать в этот проект, но я отказывался, потому что очень много знаю примеров, когда были влиты инвестиции в кухню дизайнера, а потом уже даже само имя этому дизайну уже не принадлежит. Таких историй, особенно среди фэшн-дизайнеров, сплошь и рядом, к сожалению. Почему там они выбрасываются из окон, режут себе вены? Ну, часто из-за этого. Ну, в домашнюю коллекцию входит обувь, например. Тоже мы делаем в Петербурге. Очень красивые. Всякие тапочки, лоуферы. Такие всякие, кстати, они в Москве тоже продаются. Ну, вот мужская модель, например. Вот, я вкратце рассказал, а теперь давайте мы, знаете, о чем поговорим. А раньше кто-нибудь видел эти картинки в интернете? Никто не видел? Вы видели? Один человек. Понятно. Ну, здорово. Значит, мы познакомились. Теперь вы просто поймете, что в России, в России можно без, раз, без денег, ну, 3000 рублей — это не деньги, согласитесь, да? И без связи, например, как у меня вот папа простой русский художник. Он не миллиардер, мама у меня там не банкир, и мне неоткуда было ждать финансовой поддержки. Я понимал, что я могу рассчитывать только на себя. И да, не совру, если скажу, что я работал где-то целый год, когда вот я придумывал платки и придумывал вообще концепцию бренда, я реально голодал. Ну, не то, что голодал, но очень был ограничен. Никаких развлечений, никаких там излишеств. Просто тупо сидишь и работаешь по 24 часа в сутки. Это я не шучу, это факт. Но у меня была цель, и я потихонечку к ней иду. И я уверен, что кто хочет стать мировой звездой? Вот мне знают, когда вы не лукавите, а все говорят, ну вот мы там хотим делать мир красивее. Да, это круто, естественно. Но у нас у всех здоровые амбиции. И мы все хотим стать, не знаю, очень крутыми дизайнерами, чтобы нас говорил весь мир, чтобы наши работы там были и там, и сям. Это нормально, это хорошо, это здорово. И вот, честно говоря, на своем примере, я могу сказать, что это все в России, это возможно. Хотя у нас нет никакой поддержки государственной, как там в Голландии, как в Италии, то есть как в Англии, например. Почему там так мощный такой скачок был в английской моде? Потому что правительство поняло, что что-то англичане отстают итальянцев, от французов. И оно сделало сумасшедшее вливание в этот фэшн-бизнес. Если в России, может быть, кто-то тоже что-то вольет, но я думаю, что вряд ли. Поэтому надо надеяться только на себя и работать. Друзья, давайте поблагодарим, во-первых. Спасибо.